Социальная политика остается незыблемым приоритетом властей Ниницкого округа. Губернатор региона Игорь Кошин предложил собранию депутатов внести изменения в ряд рассматриваемых парламентом социальных законов перед принятием их в окончательном чтении. С этим заявлением глава округа обратился к парламентариям, выступая на дне очередной сессии. По словам Игоря Кошина, сегодня мы живем в новых экономических реалиях и просто обязаны поддерживать именно тех, кто нуждается в нашей поддержке и помогать тем, кому эта помощь действительно необходима. Еще раз пересмотреть социальные законы, тщательно взвесить каждое изменение, чтобы учесть интересы самых уязвленных категорий граждан. В своем обращении к собранию депутатов глава региона еще раз подчеркнул, сегодня крайне важно поддерживать качество жизни нашего населения. Глубоко убежден, что финансовая поддержка должна касаться прежде всего тех, кто по ряду причин не может сам себе зарабатывать на достойную жизнь пенсионеров, детей, инвалидов. Глава региона предложил окружным депутатам внести изменения в ряд рассматриваемых парламентом социальных законов перед тем, как принять их в окончательном чтении на следующей сессии. Так, Игорь Кошин предложил сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте. Предлагаю сохранить бесплатный проезд на общественном транспорте для всех детей, воспитывающих в семьях с уровнем дохода не выше прожиточного минимума. Мы это тоже с вами обсуждали. Считаю необходимым сохранить бесплатный проезд на общественном транспорте людям старше 70 лет, проживающим как в Навимаре, так и в других населенных пунктах нашего округа. И считаю, что для определения доходной части получателей льгот необходимо оперировать показателем двукратного прожиточного минимума. Также глава региона считает необходимым добавить 6 тысяч рублей к единовременной выплате ко дню пожилого человека жителям округа старше 75 лет. Причем прибавление коснется пенсионеров, проработавших не менее 15 лет на благо нашего региона. По словам Игоря Кошина, сложившаяся экономическая ситуация ни для одной из политических сил не должна стать поводом для беспочвенного искусственного нагнетания обстановки. Мы вместе строим настоящее и будущее нашего округа, подытожил глава региона.